Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ураганный ветер снес лавочки и рекламные щиты на Ленинском проспекте. Гулять некомфортно. Почему в Барнауле не всем понравилась аллея памяти погибшим в Чеченской войне? Храм, в котором крестили Михаила Калашникова, открылся спустя 90 лет. В Курье отметили столетие великого оружейника. Шквалистый ветер сегодня утром раскидал лавочки на Ленинском проспекте в Барнауле. Казалось бы, тяжелые металлические конструкции не выдержали порывов ветра и были разбросаны по главной аллее города. Пользователи соцсетей высказывали опасения, что лавочки могли с легкостью приземлиться на машину или на людей. В мэрии пообещали разобраться, почему скамейки были не закреплены и вернуть их на место. На улице Власихинской часть вывески магазина «Ашан» упала прямо на припаркованную машину. А возле кинотеатра «Россия» упал рекламный щит. Отметим, что порывистый ветер синоптики прогнозируют еще и на завтра. Его скорость может достигать 27 метров в секунду. В региональном управлении МЧС рекомендуют переждать непогону в зданиях, закрывать окна, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Переходим к другой новости, печальной. Сегодня в Валейском районе день траура. В городе почтут память погибших в автокатастрофе на трассе Барнаул-Алейск. Напомним, 26 октября на границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись микроавтобус «Фиат-Дукат» и минивэн «Ниссан». В машинах находились 16 человек. В результате лобового столкновения погибло 8. Пятеро находятся в больнице. Среди погибших участницы и руководитель фольклорного коллектива «Сударушки» села Кабакова. Они ехали на конкурс в Барнаул. Во второй машине было 4 человека, погибли женщины и 8-летний ребенок. По данным «Алтопресса», водитель «Ниссана» не впервые нарушает правила дорожного движения. Более того, он не был вписан в страховку и не имел права управлять машиной. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан», два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и 2018 годах. В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем и был ли он вписан в страховой полис ОСАГО. Добавим, что после соглашения с прокуратурой Ространснадзор проверит и предприятие, которое занимается пассажирскими перевозками. Первую в России аллею памяти военнослужащим 104-го гвардейского десантного полка открыли в Барнауле. Мемориал посвятили 20-летию подвига российских солдат в Аргунском ущелье. Об этом историческом событии знают немногие. И, казалось бы, открытие аллеи – доброе дело, но почему-то оценили его не все горожане. Подробности у Полины Ждановой. Какого-то проекта должны согласовываться с общественностью. Открытие мемориала и аллеи памяти не обошлось без скандала. Жители района на пересечении улиц Малахова Георгия Исакова возмутились, что теперь их аллея похожа на кладбище. Горожане говорят, что им неуютно гулять с детьми, а солдаты якобы заслуживают лучшей памяти и в другом месте. Правда, многие все же считают мемориал уместным. Это очень хорошо и правильно выбрали. Здесь люди прогуливаются, здесь люди смотрят. Многие не знают об этом. Вот сейчас будут видеть, прочитают и узнают, какие у нас герои, какие славные ребята десантские. Между прочим, история тех, чьи фото увековечены на аллее героическое. Молодые солдаты 6-й роты 20 лет назад попали в бой с чеченскими боевиками. Из 90 бойцов выжили всего шестеро. У террористов было численное преимущество. Большинству парней на момент гибели не было 30 лет. 22 солдата получили звание Героев России. Да, было страшно тогда. В те моменты. Этот минометный обстрел. Труп. Было страшно видеть своих товарищей уже неживыми, ранеными. В этой роте служили и наши земляки. Для тех, кто прошел Чеченскую войну, аллея памяти больше, чем просто историческое место. Про этот подвиг редко вспоминают. Второй такой мемориал есть только в Пскове. Эстетично выглядит мемориал или нет. Похожи эти памятники на надгробие или на что-то другое. На самом деле вопрос сугубо субъективный. Но это не отменяет их исторической значимости. Поэтому, может быть, вместо того, чтобы роптать на неказистость сделанной аллеи, стоит прогуляться по ней с ребенком и рассказать ему о том, кто все эти солдаты и что именно они сделали для нашей страны. Ну и, может быть, просветиться самим. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком. Более полутора десятка деревьев высадили представители Попечительского совета Краевой Федерации дзюдо и ученики спортшкол. Экологическую акцию провели в честь Дня дзюдо. Ежегодно этот День дзюдо, он в честь Дня рождения нашего великого учителя Дзюгара Кана. Учитель говорил, что дзюдо – это не только физическое воспитание, это и духовное, нравственное. В этом году тема «Спаси планету, высади дерево». И вот мы стараемся молодежи прививать правильные ценности. Правильные ценности прививали юным дзюдоистам из разных спортшкол города. Несмотря на плохую погоду, дети и представители Краевой Федерации вместе посадили 16 деревьев в Черемухе и Ясеня на аллее улицы Аванесова. В Барнауле сегодня эвакуировали студентов и сотрудников Института культуры. Из-за сработавшей пожарной сигнализации люди покинули здание на Антона Петрова в считанные минуты. К зданию подъехали три пожарные машины. Но информация о возгорании не подтвердилась. Оказалось, что сигнализация сработала на пыль. На третьем этаже Института идет ремонт. Урологи Края о таком аппарате пока мечтают. Речь об отечественном лазере высокой мощности, который привезли на Алтай для апробации. Им можно дробить в пыль почечные камни большого размера, удалять опухоли и аденомы. При этом сохранять абсолютно здоровыми соседние ткани. Скольким пациентам с помощью этих аппаратов можно помочь и сколько необходимо средств, чтобы лазеры приобрести, расскажем далее. Я уже бегаю, здоровая, как обычный человек. Операцию Светлане провели три дня назад. Дробили лазером камень 2 на 1,5 сантиметра. И если раньше, после проведения хирургических вмешательств, пациентка восстанавливалась дней 10, то сейчас она уже готовится к выписке. С помощью нового аппарата урологи 11-й горбольницы сделали несколько операций. Сегодня нам показали, как такие эндоскопические вмешательства проходят. От почечного камня остается только пыль, которая легко выходит из организма практически безболезненно. И это еще не все преимущества новой медицинской техники на той, которую использовали ранее. Там три в одном, даже четыре в одном. Мы можем удалять опухоли любой локализации мочеводящих путей. Это раз. Дробить камни любой локализации мочеводящих путей. Это два. Три – удалять аденому, причем любых размеров. И четыре – рассекать эндоскопические любые структуры тоже мочеводящих путей. К слову, урологи 11-й горбольницы уже треть в Барнауле, кто опробовал лазер, что называется, в деле. До них это сделали врачи краевой клинической и госпиталя для ветеранов. Все остались довольны. И, как поделились с нами, мечтают работать такими аппаратами. Правда, стоят они недешево – от 6 до 9 миллионов рублей. Но если купить несколько, цена упадет значительно. Нам надо минимум 6 лазеров, для того, чтобы мы могли накрыть весь край этой высококвалифицированной помощью. А реально сколько приобрести его, как вам кажется? Ну, это вопрос не ко мне, а к Минздраву и к Министерству финансов Алтайского края. Потому что, может быть, это удастся сделать в рамках программы «Мужское здоровье», которая еще проходит и не закончилась. Может быть, удастся получить доп. финансирование. Отечественный лазер пробудет в городской клинической больнице номер 11 целый месяц. И за этот период удастся помочь, по словам главного врача, почти 80 пациентам. Вот только нуждающихся в крае тысячи. Так что следующая задача, которая будет стоять перед урологами после апробации, если она будет действительно удачной, цитирую, выбить под закупку финансирование. Ведь работать старыми импортными лазерами можно, но они часто ломаются. И на их ремонт уходит тоже немало средств. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком. В каком из морей сражался легендарный крейсер «Варяг», где в России добывают больше всего железа? Над этими и другими вопросами в это воскресенье ломали голову несколько сотен тысяч человек по всему миру. Уже в пятый раз состоялся географический диктант, организованный Русским географическим обществом. В Алтайском крае он прошел на 19 площадках, собрав почти 2000 человек. На одной из площадок побывал наш корреспондент Илья Кочетков. Школьники, студенты, курсанты, преподаватели, чиновники, ученые. За пять лет географический диктант стал по-настоящему всемирной акцией. Шутка ли, в этом году его пишут в ста странах мира, в Антарктиде и даже на Международной космической станции. Диктант анонимный, 30 вопросов разной степени сложности. Итоговый результат при этом будешь знать только ты сам. Так что для большинства участников это скорее повод проверить себя. Мы приходим, чтобы принять участие в этом, показать, что мы не безразличны географии. Интересно проверить свои знания также и восполнить, возможно, какие-то пробелы, если есть. Потому что наверняка пробелы будут. Это повод еще раз заглянуть в энциклопедии. Реально интересно познать свою страну. То есть она у нас не маленькая, большая. Всего не узнаешь, но все равно большую часть понять стоит. Не зря мы с ней живем. Богатая ресурсами, самая лучшая страна в мире. Я вот что-то залез в страны народа мира. Так там половина уже переименована. Ты знаешь, как называть с нами Свазилент? Во! И не узнаешь. Пока в карты не заглядешь. Участники-ветераны вспоминают, первые диктанты были довольно сложными. Итог – низкие результаты. Последние пару лет характер вопросов изменился. Теперь они скорее на самые базовые знания и логику. На одной из своих картин Николай Рерих изобразил высочайшую горную вершину мира. А в названии этой картины знаменитый художник использовал оба имени горы. Одну из них – Жамалунгова, а вторую. Кстати, если вы не смогли попасть на диктант, но желание проверить свои знания осталось, то до 31 октября это можно сделать через интернет. А результаты будут опубликованы на официальном сайте РГО ровно через месяц, 29 ноября. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. В его честь называли детей, а эмблемы автомата Калашникова украшают гербы и флаги шести государств. В этом году легендарному оружейнику Михаила Калашникова исполнилось бы сто лет. В селе Курья на родине конструктора прошли памятные мероприятия. Самым ярким подарком стало возрождение знаменского храма, двери которого были закрыты почти 90 лет. Передаю слово Валентине Аскеровой. Он мечтал создать вечный двигатель, но создал автомат, унесший больше жизни, чем оружие массового поражения. А ведь он просто хотел защитить свою родину. Михаилу Калашникову не было и 30-ти, когда он изобрел идеальный АК-47. В этом году великому оружейнику, перевооружившего половину земного шара, исполнилось бы сто лет. На его родине, в селе Курья, героя России вспоминают с почестями. У бронзового бюста Елена Калашникова впервые одна, без любимого отца. Поэтому вот такое чувство, что вот он только один. И тот, который уже, так сказать, в бронзе, и даже бронза уже приобретает зеленоватый такой, ну, вечность, уходящий в цвет, уходящий в вечность. 90 лет молчали и вновь звучат. Именно здесь, в Знаменском храме, крестили маленького Мишу. В 30-е годы церковь закрыли и превратили в зернохранилище, а затем в сельский клуб. И уже в наши годы, по просьбе самого Михаила Калашникова, храм начали восстанавливать. Этих храмов России много? Нет, он один. Аналой, убранство иконостаса, изготовлено на Колыванской шлифовальной фабрике, на Колыванском камнерезном заводе, он сейчас так называется. И в том числе, вот иконы, которые мы видим при входе в храм, алтарная икона и икона на обсиде храма, выполнены в технике уникальной флорентийской мозаики. Родился в рубашке, так говорила про оружейника его мама. В 6-летнем возрасте Калашникова нашли без признаков жизни. Позже он чуть не утонул в реке, а на войне был тяжело ранен. Вопреки всему, прожил долгую счастливую жизнь. После войны оружейник уехал в Ежевск, работал на военном заводе. На родной Алтай возвращался редко, но всегда с трепетом и с желанием помочь землякам. Были плохие дороги, не была обшита школа даже. А благодаря Михаилу Тимофеевичу Калашникову у нас преобразилось село. С 2013 года в Курье работает Мемориальный музей Калашникова. Здесь собраны личные вещи оружейника. Мебель, документы, уникальная коллекция часов и различные модификации легендарного ОК. Но люди только смотрят, в руки стараются оружие не брать. Автомат в руках держали? Нет, мне страшно. Я с уважением отношусь к оружию, к этому и действительно, наверное, понимаю всю серьезность. И вот нам говорили в конце экскурсии, что писал Калашников письмо, раскаиваясь в том, что боялся, наверное, что не будет ему прощения за создание такого оружия. Автомат Калашникова уже давно живет отдельной жизнью от своего создателя. Так, например, в Мозамбике, когда страна завоевала независимость, солдаты называли своих первенцев в честь великого оружейника. Практически в каждой деревне можно было встретить черноголового калаша. В открытых источниках в интернете пишут, что от пуля Ка ежегодно погибает четверть миллиона человек. Совершенно точно не такой судьбы хотел Калашников своему творению. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.